В Балакове День химика отметили спортивно. 25 мая на площади перед Дворцом культуры царила праздничная атмосфера, которая настраивала на победу. Более двух тысяч любителей спорта вышли в этот день на забег с Фосагра. Перед стартом все участники сделали зарядку, которую провёл призёр Олимпийских игр в Пекине, двукратный чемпион мира по гребле, заслуженный мастер спорта России Сергей Улегин. Он не только помог размять мышцы, но и зарядил всех бегунов позитивом. С таким настроем любая дистанция по плечу. Мы любим спорт, и поэтому каждый раз принимаем участие в забеге. Я спортсменка, занимаюсь художественной гимнастикой уже 7 лет. А бег – это как развлечение. У меня папа спортсмен, лёгкой атлетикой занимается. Сегодня мой старший внучок Марк решил тоже пробежать. Я вот первый забег, милю, бегу с ним. Поэтому дочка, зять, ну как, весь город бежит. Бежал действительно весь спортивный Балакова. Но для спорта нет границ. Постоянными участниками забега с Фосагра уже не первый год становятся спортсмены из Саратова, Вольска, Хвалынска и других городов. На старт выходят семьями, коллективами, классами. У нас спортивный класс. Я самоклассный руководитель. Поэтому мы решили, что все вместе закончим четверть именно с забегом. Поздравляем всех с Днём Химиков. Желаем, чтобы почаще проводились такие мероприятия. Мы обязательно в них будем участвовать. Поскольку возраст участников забега разный, организаторы подготовили две дистанции. Для юных спортсменов детская миля 1600 метров, для взрослых почти 4 километра. Забег с Фосагра традиционный. А вот на самом маршруте произошли изменения. Если раньше бегунам приходилось преодолевать подъём на мосту Победы, то на этот раз путь по набережной Леонова был ровный. На дистанции спортсменов поддерживали болельщики и даже музыканты, которые отбивали победные ритмы на барабанах. На финише все бегуны получали медали. Ведь каждый из них победитель, потому что дошёл до конца. Не сказать, чтобы там легко набежалось. Но испытание было сложное. Сначала держал средний темп, а потом уже на повороте ускорился и уже сделал там отрыв большой. Я участвую уже не первый раз. Готовилась больше морально, чем физически, так как я имею мастер в спортивной гимнастике. Мне особая эта длина не давала никаких трудностей. А на территории возле Дворца культуры развернулись различные площадки, на которых каждый мог найти себе занятие по вкусу. Фиджитал футбол, воркаут, танцевальный мастер-класс – полоса препятствий для тех, кто предпочитает активный отдых. А для любителей более спокойных развлечений – логические игры, творческие мастер-классы и рисование. Со сцены звучали популярные песни в исполнении музыкантов из Саратова, а рядом проходили семейные старты. По традиционным девизам «Мама, папа, я – спортивная семья». Мне понравился мастер-класс. Ещё кольца бросать. И сейчас мы идём на аквагрим. А мне понравились тоже качели и батуты. Очень много конкурсов для детей. Великолепные призы. Атмосфера очень такая уютная, такая добрая. Игровые площадки – это всё детям развлечение. Очень замечательно. Вообще в восторге. И хотелось бы, чтобы таких праздников было намного больше. С погодой в этот день тоже повезло. С самого раннего утра солнце вышло на старт и весь день бежало по чистому небу вместе с химиками. Самые быстрые и выносливые участники забега получили от балаковского филиала АО «Апатит» в качестве подарка денежные сертификаты для покупок в одном из популярных интернет-магазинов. И, конечно, заряд позитива на весь год. До следующего дня химика.